Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! Ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежал нам спастись. Света Диченко, шалом, дети, любви, пусть пребудет с вами любовь Бога, отца и благодать Иисуса Христа, общения Святого Духа, аминь, аминь, аминь. Да, дети, любви, братья, сестры, вчера вечер, утро, день третий уже, да, с наступлением уже третьего дня, поздравляю всех. А наипаче сегодняшних именинников, можно так выразиться, растительный весь мир как раз был создан Богом Всемогущим в этот третий день. Поэтому, да, и плоды приносят. Господь нам дает хлеб из земли, да, произвращает нам хлеб из земли. Вот, и за все плоды земные, благодарим Бога сегодня за деревья, кустарники, траву, за все, за все, за все. Вот, день третий. В гражданском календаре он называется вторником, да. А так, библейский, это третий день недели. Вот, третий день нашей трудовой недели, потому что, вот, вчера мы тоже вечером поздно уже возвращались. Значит, меня братья привозили с репцентра вчера. Слава Иисусу Христу, да буду благословенна имя Господне. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Вот, и как раз размышляли, что Бог дал, когда заповедь, вот, в частности, о субботе, да, то многие ее немного так, ну, превратно понимают. Многие видят ее только лишь, как бы, с одной стороны, ну, с выгодной человеку, как бы, стороны, что это день покоя, день покоя с Господом. Это прекрасно, это на самом деле так оно и есть, это правда. Но это не вся же правда. Там, где заповедь Богом дана, то там дана заповедь именно шесть дней работать еще написано, да. То есть, об этом как-то люди, не особенно люди любят вспоминать, честно говоря. Вот, это заповедь не только о отдыхе, да, и о том, чтобы мы неделю, да, значит, не то, чтобы мы там день недели, да, мы проводили с ним, оторвавшись от всего, да, значит, от этой суеты, как бы, значит, от работы, но это заповедь еще и о работе. Поэтому те, кто не работают шесть дней, да, значит, они тоже грешат, так же грешат, как и те, кто седьмой день не бредут, вот, и бездельники, трудоголики, это все, как бы, грешники, нарушители, попадающие мимо цели, будем так говорить, да, да. Божий путь такой для человека на этой земле баланса. И даже, это было еще до глихопадения, вот, пожалуйста, да, значит, Бог создал, создавал весь мир, описывается, как шесть дней создавалось все. Ну, а на шестой день мы с вами появились. Гомо сапиенс. Люди разумные, слава Богу. Благоставляю всех вас, братья, сестры, дорогие друзья. Благоставляю во имя Господне. И сегодняшним утром, да, поздравляю всех с обновлением милости Господней. Как вот, очень красиво сестра пишет, дети любви, да. Да, как пели раньше песню, да, мы дети галактики, да. Но, на самом деле, не просто там дети галактики или что, или дети земли, И, действительно, мы дети любви, созданы любовью, потому что наш Бог, Он есть любовь. Аллилуйя. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной всей. Благословен возлюбленной души моей. Благословен Создатель всего мира, видимого этого, невидимого. Боже, всех этих миров Ты Создатель. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за, вот, был вечер и утро, день, третий этот, нынешний этот, да, день, когда мы вспоминаем тот третий день творения, акт этого творения великого, когда Ты создал растительный весь этот мир, окружающий нас. Спасибо Тебе, Господь, за эти деревья, за кустарники, за траву. Благодарим Тебя за хлеб наш насущный, который Ты произращаешь для нас из земли, даешь нам, Господь Боже, взращиваешь для нас. Человек трудится на земле, человек вкладывает в землю, да, сеет семена, заботится о них, собирает урожай и все. Но и поливающий, и насаждающий ничто, Боже, в сравнении с Тобой. А все это Ты, Бог взращивающий, Бог, дающий жизнь и дыхание и все. Аминь. Тобой мы живем и движемся и существуем. Аминь, аминь, аминь. Благодарим Господа за сегодняшний день. Благодарю Бога Всемогущего за милость Его, благодать Его. Благодарю Бога Всемогущего за всех вас, дорогие друзья, кто подключился, кто потом в записи смотрит это видео. Благословляю вас также во имя Господне. Благословляю сегодня этим утром свою семью, супругу свою, Инну Сергеевну. Благословляю детишек наших, Анастасию и Николая, Серафима и Татьяну, Сережу и Инну. Благословляю. Благословляю зятя нашего, Михаила. Благословляю внуков наших, Внука и внучку. Благословляю весь дом наших, Котов наших. Благословляю вас и ваши дома Во имя Господа Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим И помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя И даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. И надеющиеся на Господа, Вот именно эти слова, Хочу сегодня тоже вспомнить Из Писания, из пророка Исаии, Который я сделал картинкой Для этой трансляции сегодняшней. Они поднимут крылья, как орлы. Полетят, да, как орлы на самом деле. Потекут и не устанут, Пойдут и не утомятся. Надеющиеся на Господа. Там в другом переводе, Буквально, как бы, да, В молитве, ожидающей пред Господом. В молитве активно, да, Моляющиеся пред Богом. Ожидающие от Господа. Надеющиеся на Господа, да. Они обновятся в силах. Слава Богу. И сегодня, Как орлы поднимаем наши крылья, Парим в высоте. Спасибо тебе, Господь. Даже если обстоятельства, Вот, сгущаются тучи, Даже если буря какая наступает, Что делают орлы, да? Мы знаем, да, Они выше и выше и выше. Они прорываются сквозь эти вот облака. И вверх. Поднимаются так высоко, Над этой бурей. И над бурей они парят. Спасибо тебе, Господь. Вот, я помню, Однажды испытал нечто подобное. Вот, конечно, Было немного так жутковато, Но, значит, страшновато так вот, Но я уж там каялся уже, И думаю, на всякий случай уже, Господь, ну, если что, готов Пред тобой предстать уже. Вот, в Германии дело было. Вот, в Сирии все там поотменяли. С Франкфурта на этот. Ну, короче, надо было лететь срочно в этот. Как его? На север-то. Ой, забыл уже, как там городок. Ну, короче, на север Германии. А, в Гамбург. Оп, вспомнил. В Гамбург. В Сирии вообще все были отменены. И вдруг, значит, Паста приходит, говорит, надо же. Один рейс запустили именно в Гамбург как раз. Все рейсы по всему миру. Франкфурт это огромный аэропорт. Это, ну, не знаю. Он, на самом деле, очень огромный. Вот, и все рейсы там, сотни рейсов. Вдруг задерживают, отменяют. Ну, задерживают, задерживают. Буря. Буря. Было дело в полдень. Но такая темнота на улице. Хоть глаз кали вообще. И ветрище такое. Ну, прямо это жуть. И вдруг, да, самолет. А почему самолет? Ну, там огромный есть такой самолет. Там какие-то люди, значит, серьезные, там, значит, должны были полететь тоже. Вот, как бы, я так понимаю, ради них тоже рейс такой запустили. Не знаю. Ну, огромный самолет, большой самолет. Вот, необычный. Вот, значит, и вот были билеты на этот самолет. Меня посадили на этот самолет. Вот, и когда мы поднимались, там, да, конечно, я думаю, как же мы взлетим? Я думаю, я уже пожалел, что вообще решился на это. А пастор еще говорил, ну, точно полетите, или, может, или потом отложим. А там было служение уже в Гамбурге, просто уже, да, уже намечено, уже заранее, объявлено. Как бы, и народ ждет уже вечером, может, там уже. Ну, а что делать? Надо же лететь срочно. Вот, значит, и ладно, полечу, думаю, что ж, значит, верующий человек должен, как бы, держать слово и не бояться. Неверующие то летят, вот, думаю, надо лететь обязательно. Ну, ладно, и уже, когда уже стали взлетать, я уже, значит, уже пожалел, что, думаю, решился. Думаю, надо же, как бы, ну, как-то так, сгибнуть так вот не хотелось бы. Вот, значит, самолет, огромный самолет там, двухполудный этот там, он, понимаете ли, он это, его трясло так, что, одним словом, там народ аж пищал, визжал, те, кто тоже, как я, вот, решились на этот рейс. Не знаю, обычно немцы, так, не поступают, вот, не рискуют таким образом, но, ладно, рейс таки состоялся. И вот мы летели, и когда уже выше и выше поднимались, то там такое творилось, там, значит, гром и молнии, там, значит, там ветрище такое, что самолет трясло там неимоверно. Вот, я уже там уже, поэтому уже вцепился в кресло, уже говорю, Господь, ну, вот, я готов, я немецкий не знаю, только Хандехох, там, Гитлер Капут, я же ничего, Сюрюк там, ничего не знаю больше, по-немецки-то. Я бы, может, немцам что-то сказал бы, пару слов ласковых, там, о Господе Иисусе, но, ну, ладно, говорю, я тоже так уже доверяю тебе. Вот, и когда уже самая тряска и самая тьма такая, на улице еще не видно, там, просто молнии, и все. Короче, прорвались мы сквозь эту пелену, сквозь эту какую-то там завесу такую, не знаю, страшную такую, и вот здесь просто все ахнули там, аж по самолету там, ах, такое, значит, я сам, наверное, тоже ахнул, я не знаю, не помню, но просто я был бы в таком, там, как в Украине, говорит, у захвате. А там, над этой пеленой всей, там солнце, там ясная погода, наверху там, на самом верху там, над этой бурей, вот это, да, и самолет ровненько летит, солнце, светло, так, здорово, красота. А то, а то и даже эти стюардессы были перепуганы, они обычно, они должны сохранять выдержку, а то видно, что прямо-то все там, там было видно, вот, перепугались тоже. Вот, значит, и думаю, надо же, вот это, да, думаю, слава богу, слава богу. И вот для меня был урок такой, я когда уже в Каморг прилетел, уже там, брать им рассказываю, говорю, вот такое было сегодня вообще. Они тоже говорят, ну, в общем, мы не знали, там такой шторм, шторм был, значит, во Франкфурте, на той территории, что, как бы, все рейс отменили, как бы, мы уже думали, ладно, вы не прилетите сегодня. И вдруг, да, вот, объявляют, что рейс будет, ну, ладно, короче, потом пастор сообщил, что, позвонил, что летит батюшка в гости к вам, собрание-таки состоится с ним. Вот, и, значит, и вот рассказываю, там, конечно, брать им сказал, что, знаете, вот такой пережил стресс сегодня, и говорю, слава богу, у меня уже, когда летел там уже над этой бездной, над этой бурей, уже там проповедь рождалась, короче, о чем буду говорить. Проповедь рождалась именно о том, что, действительно, что поднимаемся выше проблем, выше всякой бури, вот, и в духовном, да, на самом деле, когда ураган, когда шторм, когда штормит тебя бросает из стороны в сторону, вот, что делать? Самое убийственное, это лапки скрестить, и все, и, ну, как вот порой говорят люди, ну, как богу угодно будет, вот, ну, чаще всего это отмазка. Отмазка для бездельников, для бездействия, и для отступников, и для нежелающих что-то делать, или для, вот, фаталистов, для пессимистов, для фаталистов, это очень хорошая отмазка такая, чаще всего. Ну, что богу будет угодно, как богу будет угодно, так и будет, пускай будет, что будет, то будет, короче. Бросить весла, не грести, это уже, это признак неверия, это признак как раз, вот, фаталистов и, значит, там, пессимистов, прочее. Но христианин, настоящий христианин, если не по-нарожку, а по-правдочному, христианин, он неисправимый оптимист. Кстати, это Проханов, Иван Степанович Проханов говорил об этом 100 лет назад, даже больше уже 100 лет назад, что христианин это неисправимый оптимист. Интересно, да, что и на самом деле так оно и есть. И в чем наш оптимизм? Мы знаем, что даже над каждой бурей страшной, которая над нами, вихри враждебные, злоб нагнетут, и прочее, но есть там, над облаками, над этой бурей, живой наш Бог, Отец наш, наш Спаситель. И поэтому, когда мы поднимаемся ввысь, наше устремление, даже в момент бури, в момент испытаний, интуитивно даже, это ввысь, это к небесам мы поднимаем свой взор. Вот, и признак именно верующего человека, настоящего христианина, это действительно, несмотря ни на что, грести, конечно, будет то, что Богу угодно. Вот, но если человек, он не гребет, если он бездействует, то будет самый плохой сценарий. Вот, и совершенно не то, что Богу угодно будет. Вот, значит, но если человек будет грести со всей силы, не сдаваться никогда, то будет действительно то, что Богу угодно. Будет действительно его воля. Вот, а если нет, то тогда воля человеческая исполнится, или воля, еще хуже, дьявольская воля исполнится. Потому что воля врага всегда, о каждом человеке, украсть, убить и погубить. Это, мы знаем из Писаний, вор только для того и приходит. Он отец лжи, он лжец, и человек убийца от начала. Поэтому, то, что враг пишет судьбу человеку, каждому это украсть, убить и погубить, это однозначно. Ничего доброго, а Сатана не может написать о человеке. Вот, но Божья воля, это жизнь и жизнь с избытком. Вот, жизнь и смерть. Бог говорит, выбери жизнь. Зачем тебе помирать? Выбери жизнь. Вот, и признак верующего, настоящего верующего, не понарошку, а по правду, что мысли верующего, а именно это способность выбирать всегда жизнь. Всегда делать правильный выбор, выбирать жизнь. Переступать через смерть, значит, отвергать смерть и избирать жизнь. В любой ситуации. В бизнесе, в здоровье, значит, там, в жизни, личной жизни, во всем. Отвергая смерть, выбираем жизнь, избираем жизнь всегда, пути жизни. Слава Богу. И слава Богу, что открыт путь жизни для нас Иисусом Христом. Сам Иисус Христос, Он есть путь, истина и жизнь. Он никогда не сдавался. Он оставался оптимистом, даже на Голговском кресте, будучи, Он оставался оптимистом. Слава Богу. И воскликнул последнего слова, было не все там, все неудачно, все потеряно, все пропало. Нет, совершилось, совершилось искупление рода человеческого, совершилось, совершилась вся воля Божья. Агнец Божий пострадал за нас, за всех, взял на себя всю смерть, взял на себя наши немощи и болезни, и ранами его, потому мы исцелены. Слава Богу. Вчера я вечером был в ревцентре, проповедовал здесь в ревцентре, это Сев-Гок называется, Сев-Гок, район такой здесь. Ну, отсюда, я сейчас в центре Кривого Рога, так далековато, Кривого Рог вообще он огромный, там больше 100 километров, по-моему, вот, протяженность-то его, то есть, ну, большой город, протяженный такой, очень вытянутый. Вот, и всякие шахты, и вот там на севере этого города, здесь, Кривого Рога, значит, Сев-Гок, это горно-обогатительный комбинат, так, по-моему, да, Гок. Сев-Гок, да, Северный горно-обогатительный комбинат, так называется. Вот, и там центр реабилитации даже не один, там вчера были братья с двух даже ревцентров. Вот, и наркоманы, алкоголики освобождаются от зависимости, значит, братья, слава Богу, за них, вот, молятся, работают, молятся, молятся и работают. Вот, и гребут именно, не скрестили лапки и не, знаете ли, не поступили таким образом, не порадовали дьявола, вот, а радуют Бога, радуют Бога именно, вот, тем, что даже если там уже, там, казалось бы, по-человечески невозможно уже все, там уже и здоровья нет, уже все, значит, уже все проколото, пропито, они берут и гребут, 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 гребут. Вот, не сдаются, молодцы, молятся, вот, работают, молятся, Слово Божье изучают, вот, и освобождаются от этих зависимостей, Бог исцеляет их, вот, приходит исцеление божественное в их тела, вот, это удивительно, конечно, вот, и слава Господу. Вот, сегодня тоже буду я, поеду после обеда, как раз тоже в другой репцентр, то был на севере Кривого Рога, а сегодня планируется на юге Кривого Рога, получается, да, собрание там, вот, Латовка, по-моему, называется, это за городом даже, за городом. Вот, так что, поеду в другой конец Кривого Рога, вот, тоже буду делиться Словом Божьим, я больше сам назидаюсь, честно говоря, вот, общаясь с братьями с этими, вижу силу Божью и руку Божью, могущественную, слава Богу. Вчера, к сожалению, записать кое-что получилось, но кое-что и нет, батарейка очень быстро села, и, к сожалению, там, на полуслое все оборвалось, но, не обессудьте, я думаю, что выставлю, вот, как будет возможно, сразу же, постараюсь побыстрее выставить это все на ютуб, посмотрите, но там не до конца, к сожалению, но ничего. Сегодня, надеюсь, там будет, у них там где-то поблизости розетка, и, значит, все запишется. Слава Богу! Спасибо, Господи, за эти дни, здесь, в Кривом Роге, благодарю тебя за эту поездку, благодарю тебя за братьев, и в этих репцентрах, благодарю тебя за братьев, сестер, здесь, в церквях евангельских, за это объединение церквей, здесь, в Кривого Рога, за Межцерковную Раду, за объединение церквей и Дом Хлеба, за епископа Валерия, за всех братьев, сестер, благодарю тебя, Господь, спасибо тебе за все, спасибо за все, что ты совершаешь здесь, Господь, слава тебе, Боже всемогущий, благодарю тебя, за семинар предстоящий, благодарю тебя и молю тебя. Аминь. Где раньше был памятник Артема, ну, безбожника, коммуниста, вот, а теперь там памятник Владимира Великого стоит, вот, ну, спорная, как бы, тема, но все-таки, уж лучше, чем, значит, меньше из зол, значит, и улица теперь называется, там, вот эта вот, которая, там, длинная, протяженная такая, Владимира Великого, и вот Владимира Великого, Дом 69, там авто, какой-то запчасти, салон, такой большой, вот, магазин, вот, и там, на втором этаже, там, церковь арендует помещение, вот, поэтому в полной аренде, там, и там, в субботу, там же будет служение, у них по субботам проходит богослужение, а среда, четверг, пятница, там будут проводить семинар, поэтому приходите. Ну, объявление, там, я там уже дал, уже в сетях социальных, скажу, что, и в блоге своим дал объявление тоже. Спасибо, Господь, за все, благодарю Тебя за этот семинар, предстоящий, за милость и благодать Твою, Боже, благодарю Тебя. А сегодняшним утром, размышляя о теле и крови Твоих, я возношу Тебе всю славу и хвалу, Господь, воздаю Тебе славу и хвалу. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей Вселенной. Налейте себе соку, вот, или просто воды, если нет, если нету, да, соку, то просто воды налейте себе. Вот, возьмите хлебушка, у меня есть вот, есть такой хлебушек, вот, и помолитесь, друзья, помолитесь, вот, поблагодарите Бога за все. Самое лучшее в утренней молитве, из опыта своего, тоже так скажу, молитвенного, что самое лучшее время, утреннее молитвенное, это как раз рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. Вот, даже просто, да, просто воды наливаю и хлеба, там, любого хлеба, там, жаной, белой, какой угодно, что у вас есть, там, у вас сухарики какие-то, чипсы, там, не знаю, что, значит, вот, и... Причастие, это, действительно, не просто качество вина или хлеба, это качество нашей веры, нашего рассуждения о теле и крови Господа Иисуса Христа, наше рассуждение о великой жертве Иисуса в долговских страданиях, рассуждая о теле и крови Христа. И рассуждение о теле и крови Христа, это, действительно, таинство, благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар, великая тайна. Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, драгоценный, благодарю Тебя за милость и благодать Твою, благодарю Тебя за чудо жизни вечной, благодарю Тебя, Господь, за то, что нетленным серебром или золотом, никакими богатствами этого мира невозможно было бы это искупление. Но драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, совершилось это чудо. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо, что какие бы бури не были бы в нашей жизни, мы поднимаемся вверх, мы не сдаемся, что христианин никогда не сдается. Спасибо Тебе, христианин не сдается. Христианин настоящий оптимист всегда. Неисправимый оптимист. Христианин неисправимый оптимист. Христианин никогда не сдается. Спасибо Тебе, Господь. А если человек не оптимист, если он сдается, то он еще и не христианин. Он еще и не был христианином, по сути, так. Может только лишь присматривается, принюхивается, еще только начинает христианство свое. Даже если он в христианстве уже, казалось бы, себя мнит уже десятилетиями многими. Но я знал таких, которые по 30-40 лет в церковь ходили, все, на служение всех. Но христианство так еще не вкусили. Потому что христианство это сам Христос. Потому что в протестантской церкви мы становимся протестантами, православными, православными, католическими, католиками. Но христианами мы становимся только в Иисусе Христе. Только от Иисуса Христа. Ни в протестантизме, ни в католицизме, ни в православии. Нет. Только в Иисусе Христе. Только в Иисусе мы становимся христианами. И я говорю, Христос подразумеваю христианство. Я говорю, христианство подразумеваю Христос. Никак иначе вообще. Спасибо Тебе, Господь, за этот третий день. Воспоминание Твоего творения, рабочий день. Благодарю Тебя, Ты дал заповедь провести день с Тобой в единении, в уединении, в молитве, в общении, в покое с Тобой. Но Ты дал также в этой же заповеди постановление нам работать шесть дней. Боже, благодарю Тебя за верных, послушных Детей Твоих, которые шесть дней работают, не покладая рук, трудятся, и Ты благоставляешь детей своих. Спасибо. И седьмой день отдают Тебе, Господь Боже, пребывая в покое, вырываясь из череды каждодневных забот, обычных наших дел. Спасибо Тебе, Господь. Боже, благодарю Тебя за эту неделю, уже последняя неделя завершающегося месяца Адара, месяца радости, месяца Пурима, последние дни этого Пуримного месяца. Спасибо Тебе, Господь. Боже, и пусть Твой Божественный Пурим свершится во имя Господа Иисуса Христа в наших странах, в наших народах, в наших судьбах. Боже, он совершается действительно Твой Божественный Святой Пурим. Спасибо Тебе, Господь Многомилостивый. Спасибо, спасибо, спасибо. Слава, слава Агнцу Божьему! Слава, слава Агнцу Божьему! Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе, хвалу из сердца своего, велик и славе наш Господь! Слава, слава Агнцу Божьему! Слава, слава Агнцу Божьему! Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе, хвалу из сердца своего, велик и славе наш Господь! Велик и славе наш Господь! Аллинуя! Спасибо Тебе, Господь, спасибо! Благодарю Тебя, милостивый, всемилостивый Государь! Благодарю Тебя, Отец Небесный, Бог Святой, Агва, Отче, Папочка, Отец! Благодарю Тебя, Иегова, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого! Благодарю Тебя, Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного, кровушку Свою за нас пролил! И Господь, на крест, на Голгофу, отдав Агнца Своего, Агнца от века закланного, Боже, как это, что это, мы не понимаем сейчас, Боже, но принимаем верою, что это действительно совершилось чудо нашего искупления, избавления, и Сам Иисус Христос стал новым Адамом, Боже, родоначальником уже нового человечества, новой общественной формации, которой раньше не было никогда на этой планете. Боже, который лишь был прообразом, Боже, прежний, Господь, Боже, Израиль, Господь, истории израильского народа, мы читаем об этом Ветхом Завете, Боже, и то, что написано, Господь, там было, Господь, об Израиле, об Исходе Великом, о путешествии по пустыне и о царствах, королевствах и северном, и южном царствах, о царстве иудейском, Боже, все это были прообразы, Господь, Боже, рассказывающие нам о сегодняшнем, Боже, царстве Твоем небесном. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Боже Всемогущий, за столб и утверждение истины, за церковь Твою, Боже, не имеющий пятна или порока, или чего-либо подобного, святую и непорочную, да будет она такой, Господь, Боже, да будет она такой, да будут души наши, сердца наши, Господь, приготовлены во имя Господа Иисуса Христа. Слава Тебе. И в сегодняшнем размышлении, Отец, я благодарю Тебя, преломляю хлеб и благодарю за жизнь, за искупление, за прощение, за исцеление, за освобождение через кровь Иисуса Христа. Благодарю за то, что благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар. Благодатью свыше, благодатью Божьей спасены. Это Божественный дар истрадавшемуся человечеству. Спасибо, Господь, что принимаем этот дар по великой Твоей любви. И сегодня, этим утром, воспоминая Голгофские Твои страдания, совершая эту литургию, Боже, эту Евхаристию Божественную, это хлебопреломление, восхваляем Тебя, Господь, возблагодарим, Господа. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. За Голгофу, за кровь мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой и Царь мой, Творец неба и земли. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю, Я Тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю. Аллилуйя! За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю, За воскресенье Твое, За победу Твою, Благодарю Тебя, Отец, За Голгофу, за кровь, Я Тебя благодарю, За воскресенье Твое, За победу Твою, Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, Я Тебя, мой Бог, люблю, Я Тебя, Господь, люблю, И за все, за все, за все Благодарю, За жизнь вечную, За жизнь вечную, бесконечную, Жизнь счастливую, пресчастливую, Благодарю Тебя за все, Люблю Тебя, мой Бог, Творец, Благодарю, О мой Отец, За все я благодарю, Я Тебя, мой Бог, люблю, Я Тебя, Господь, люблю, И за все благодарю, За жизнь вечную, Бесконечную, Жизнь счастливую, Пресчастливую, Спасибо, Господи, спасибо, Огромное спасибо, От всего сердца спасибо, За жизнь вечную, За это счастье, Познавать Тебя, Погружаться в океан Твоей Божественной любви, И Ты погружаешься в меня, Господь, Я погружаюсь в Тебя, Ты познаешь меня, Я познаю Тебя, Господь, Они ледоди, Ведодили, Я принадлежу всецело моему возлюбленному, Возлюбленный мой принадлежит мне, Я в нем, Он во мне, Спасибо Тебе, Господь, спасибо, Я и Отец одно, Я и Отец одно, Я и Отец одно, Спасибо, 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 Аллилуйя, Спасибо, Тело Иисуса Христа, Хлеб сошедший с небес, Кровь Иисуса Христа, Паралиты на кресте Голговском, Две тысячи лет назад, О, Боже, спасибо, Который я искуплен, Который мы искуплены, да, Который исцелены, Освобождены, Благословлены Всеми благословениями небес, Совершилось, Аллилуйя, Совершилось, Спасибо Тебе, Господь, Спасибо, Спасибо, Ешьте, Пейте, На здоровье, Пусть Господь благословит, Аминь. Аминь. Спасибо, Господь, Спасибо, За исцеление, Освобождение, Исцеление от макушки До подошв ног, От макушки головы до подошвы ног. О, ранами Твоими я исцелен, Милостью прощен, Благодатью спасен. Спасибо. Спасибо. Тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Аминь. Новый Завет в крови Христа. Аминь. 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 Спасибо тебе, Господь, за спасение, за жизнь. Спасибо. За это блаженное единство, за Новый Завет. В крови Сына Твоего, спасибо, 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 Господь, спасибо, спасибо, что Ты живешь во мне, а я в Тебе, спасибо, величайшее, Боже, чудо, Боже, 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 величайшее чудо во Вселенной, Бог и человек, человек и Бог, спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо за этот день, за вечер, за утро, день третий. Воспоминание того, да, наш рабочий день, но воспоминание того, что Ты создал, Господь, весь этот мир растительный, траву, деревья, кустарники, благоставляю их, радуйтесь, деревья, кустарники, трава, радуйся, мир растительный сегодня, это Твой день, Твой день рождения, рукоплещите деревья сегодня, рукоплещите. Творцу своему, Богу живому, Богу вашему и Богу нашему, Богу создавшему все, все, вся и все. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя за мир растительный и за то, что этот день, третий день, он также посвящен делу рук наших, работе на этой земле. Благостави сегодня народ свой на рабочих местах, благостави, Господь, кто, где, как работает, но где бы мы ни работали, в чем бы мы ни работали, да, в какой бы сфере. Помоги, Господь, верным Твоим детям, Боже, быть верными, быть заботливыми, быть трудолюбивыми, вот, и быть успешными. Благостави дело рук наших, благостави, Господь, спасибо Тебе за все. Вот, и со своей стороны я также прошу, Господь, Боже, сегодняшнее, это служение сегодняшнем, там, в Ревцентре, благоставить им братьев, пожалуйста, Боже. И те, кто только что пришел на реабилитацию, Боже, коснись их сердец, чтобы они познали Тебя, истинного, живого Бога, Творца неба и земли, и Тобой, посланного Иисуса Христа, чтобы приняли жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Благоставляю Вас, друзья мои, благоставляю сегодня свою семью, благоставляю Вас, всех Вашей семьи, Ваших домах родных и ближних, благоставляю во имя Иисуса Христа. Паки и паки, как говорится, снова и снова, пою благословение священническое. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Благоставляю всех Вас из города Кривого Рога, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем Вам и благодать доумножится. Аминь. Так что молитесь, друзья, и Вам благословение Божьих. Аллилуйя. Дякую. Дякую. Аллилуйя. Благоставляю. Аллилуйя. 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 Продолжение следует...